Девчонки, я опять с вами. Пью кофе со своей любимой кружечки от Starbucks. И сейчас я покажу вам свою декоративку. Немножко. В декоративной косметике у меня закончилась моя любимая пудра с SPF защитой 30 от Shiseido. Я про нее говорила вам в своем летнем уходе. У меня она в оттеночке Medium Ivory. Это просто такое спасение для лета, когда вы дома нанесли свою обычную SPF защиту, а потом пошли куда-то гулять. И вам надо в течение дня ее обновить. Вот эта пудра всегда была летом со мной. Сейчас она уже закончилась. Обязательно буду покупать себе такую снова, потому что не вижу никакой другой альтернативы. Если кто-то знает еще что-то подобное, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я пока знаю только это средство. Закончилась также у меня вот такая пудра от Kiko в номере 05. Сейчас она уже для меня темноватая. Здесь еще немножко есть, но я ее выбрасываю, потому что смысла нет зимой пользоваться ей, потому что она уже закончилась. Закончилась вот такая замечательная пудра у меня от Vichy. Это минеральная пудра в оттенке 20 Nude. Знаете, что она мне напомнила? Она мне напомнила вот эту рассыпчатую тональную основу от Bare Minerals, которая Original. То есть у этой пудры рассыпчатой тоже такое же, очень-очень плотное такое покрытие. Вот видите, как она выглядит. И в принципе можно даже тональным кремом и не пользоваться, вот особенно в жаркий период времени. Очень хорошо перекрывает недостатки и не вызывает никаких прыщиков. Не знаю, продается она еще или нет, но если я ее увижу где-то, то скорее всего себе приобрету. Девчонки, классные, у меня закончился такой тональный, тональное средство от бюджетной марки Essence. Вообще не ожидала от этой вещи такого эффекта колоссального. Просто опускается туда кисточка такая плоская у меня есть для тональной основы. И раз, 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 я по-моему ее даже показывала в видео про макияж за 5 копеек. Очень хорошо перекрывает. Вот она видите у меня там по краям, но туда уже в принципе кисточка не пролазит, поэтому я выбрасываю. Очень-очень мне понравилось. Буду брать еще. Но не сейчас, потому что сейчас у меня много еще всего, чего надо закончить. Девчонки, следующая гора у меня идет туши для ресниц. Вот эта тушь у меня закончилась, это от Shiseido, называется Perfect Mascara. Ну, обычный черный цвет у меня. Знаете, чем она мне понравилась? Поначалу я как-то ее не поняла, вот так это называется. А потом мне она понравилась тем, что когда ее снимаешь, она не делается вот такими вот кругами под глазами. Она снимается с ресничек, как чулочек такой, раз, теплой водой и сняли. Очень-очень классная. И точно таким же эффектом обладала вот эта тушь, которая у меня закончилась также. Это уже у нас Clinique Lush Power Mascara. Тоже черный цвет в оттенке 0.1. Но у этой туши еще очень классная кисточка. Смотрите, она какая маленькая, тоненькая. Очень-очень хорошо прокрашивает и удлиняет. Я пользовалась этой тушью вот в начале осени и вот сейчас в начале зимы. В начале зимы. Но у нас уже зима, в принципе, уже месяц здесь, в Сибири. Поэтому это осень уже для нас как зима. В снегопады ничего тоже не течет. Таким же эффектом обладает вот как вот эта Shiseida. То есть снег в лицо падает, она у вас не течет. Также чулочком снимается. Обалденные вот эти две туши. На зиму очень хорошо. Закончилась вот такая телескопика Tloreal. Все ее знают. Я покупаю эту тушь, когда не знаю, что выбрать. Потому что вот эту я уже тушь хорошо знаю. Много раз ей пользовалась. Объема она вам никакого не даст. Но даст хорошее удлинение у ваших ресничек. Так, следующая тушь у меня, которая у меня закончилась. Это тушь от компании Kiko. Вся такая уже, видите, она потрескавшаяся, уже облупилась краска. Это фиолетовая тушь. Но она такая, знаете, темно-фиолетовая. Сейчас даже, наверное, этого и не увидите. И водостойкая. Пользовалась я ей летом. Для лета очень хорошо было. Даже не закончилась. Просто выбрасываю вот эту от Covergirl. Мне не понравилась она. Абсолютно какая-то бесполезная. Вот такая ложечкой сделана у нее кисточка. Примерно по эффекту она похожа на телескопик. Тоже не дает никакого объема. Просто удлинение. Но не знаю, почему там ее так все хвалят в интернете. Мне ничего в ней особо не понравилось. По этой же причине выбрасываю вот эту тушь от Gourmandis. Она абсолютно целая. Купила под влиянием YouTube. И разочаровалась. Не понравилась она мне. Вообще никак. Следующая тушь. Вот такая у меня была миниатюрка от Clorans. Wonder Perfect Mascara. Тоже меня она не впечатлила. Но я ее в принципе использовала всю. Она уже такая засохшая довольно-таки. Бросала с собой в косметичку, когда ходила в бассейн. Просто чтобы потом после бассейна хотя бы выглядеть немножко человеком. Вот такая замечательная тушь. Еще одна у меня закончилась. Это от компании KORUS. Греческая марка. Покупала я ее в Греции. В оттенок здесь у меня 0,1. С провитамином B5. И каким-то рисовым воском. Вот эта тушь обалденная. Кисточка у нее простая. Она и удлиняет, и подкручивает, и дает хороший объем. И девушка, когда в Греции мне показывала эту тушь. Она была такая блондинка. Светленькая, маленькая, худенькая. И совершенно не накрашенная. Я говорю, девушка, это хорошая тушь. Она говорит, ну посмотрите. Русская девчонка была. Раз, раз себе прям с тестера накрасила один глаз. И я просто обалдела. Я не видела такого эффекта еще ни разу. У нее ресницы буквально вот досюда, до бровей доставали. Я сразу ее взяла. Здесь у нас вальдоботе KORUS представлен. Но, по-моему, без декоративки. И я себе сейчас заказала. Через интернет жду такую тушь. Стоит она, кстати, недорого. Но очень-очень мне понравилась. Еще мне, кстати, понравилась вот такая бюджетная тушь. Это у нас от Faberlic. I Love Mascara, по-моему, называется. Вообще приятно меня удивила. Хорошая тушь. Причем, ну, такая вот кисточка у нее. Довольно-таки большая. Хорошая очень тушь. Делает то, что надо с ресницами. И удлиняет, и подкручивает. Выбрасываю от Pupa вот такой лайнер. Он совершенно новый. Не знаю, что-нибудь смогу я им нарисовать. Ну, вот сейчас я вам смогла нарисовать. Но поверх теней он абсолютно не рисует. Бесполезная вещь. Вот так называется. Девочки, не советую вам брать. И закончился Tent Miracle от Lancome. Вот такой консилер. Классный. Мне он очень нравился. Сейчас на смену ему я купила новый. В покупках потом буду вам показывать. Придает очень хороший такой сияющий, отдохнувший вид вашим глазам. И я довольна. И закончилась у меня вот такая гигиеническая помада чистой линии. Это с ромашкой. Вымазала всю ее. Аж до дыр использовала. Пахнет ромашкой. Состав немножечко химозный. Но очень хорошо увлажняет губы. И мне она понравилась, девчонки. И осталось у меня совсем чуть-чуть. И увидимся уже в следующем видео.